Всем привет и пряного просмотра. Продолжаем проходить FIFA 18 до менеджер. Ну что, у нас весь броничем играем и у нас мы играем дома, да, получается. Так, и вот это такой составчик я буду выпускать на поле. Да, тут как бы рельс с Матизакием как-то не слишком идеально. Может все-таки тебе дать. А пускай он свежак. Ну весь бронич, конечно, серьезный соперник. Щитов его снимать не надо. Вот таким составом, я думаю, поиграем. Запас не будем уже менять, ничего. Так, ну что, пойдем дальше на поле уже. Начинаем. У нас тут Матчестер 33 игры и 70 очков. Арсенал мы как 34 игры в 70 очков. Мы по 1-1 очкам, но по голам у меня старше. На 1 всего лишь и тут получается или там по голам. Я не знаю, как сейчас считали они, но это не слишком важно, потому что это еще не конец и все еще впереди, конечно, но это уже маловероятно. Ну че, начинаем игру. Так, как всегда, в своей любимой форме. Начинаем играть. О, перец. У-у-у, летит нафиг. Лукас так, знаете, напоминает мне Ван Перси по поводу его это просто название. Не знаю, почему. Ладно, все. Начинаем. Смотри комментарии наших любимых. Твоих. Мы приветствуем всех поклонников настоящего футбола. Мы это ваши комментаторы, как всегда, Георгий Черданцев и Константин Генич. Всем привет, дорогие друзья. Уверен, вы не пожалеете о потраченном времени. Сегодня «Арсенал» встречается с Веспромвичем. К этой игре «Арсенал» подходит с наименьшим показателем пропущенных мячей. Это лучшая оборона в линии. Ну, хороший тренер знает, что любая победа добывается в том числе и за счет грамотной обороны. Здорово, он, конечно, поработал с командой. Смотрим состав «Арсенал». При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную «4-5-1». Или наоборот в атакующую «4-2-4». Ну, не ту схему. А, ну, все прямо нормально. Ну, показалось, не ту схему поставили. Состав команды гостей на экранах. И вот мы видим расположение игроков на поле. Настоящая классика с одним центрофорвардом и партнером, который действует чуть ближе к полузащите. Че, они разводить будут, что ли? Муазил капитан. Офигеть просто. Ну, че, парни, давай, начинаем играть. Да, они будут. В нашем поле первое. Ну, шо, здесь висток. О, замечательно, начинаем. О, уже, глядя. Кому он достанется? Так, Матизакер, Джеконсон. Блин, так он не раскрутся полностью. Он так, у него, этот, финские корни. Ну, он в Англию решил. Ну, че бы в Финляндии сборную зато произвелся. Пока не был там. Ну, затея была хорошая. Ну, ты даешь гипс, а. И как опасно пробил. Проверка вратаря. Он на месте никуда не ушел. Так, спокойненько. Убираемся. И выбейте Бенни и Санчеза. Так, пас. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Спортажа, конечно, хорошо. Ну, надо же голы забивать. Какие голы-то? Только началась игра, блин. Сейчас солнце светит. Прямо, может, дар. В артерию фигов, да? С той стороны, где солнце светит. Защита надежная. Играет мяч, отобран. Ударов я еще не нанес, да? Джака. Не ошибаюсь. Ай, блин, просчитал пола, а. Как хорошо это было, а. Прекрасный был бы пасек. Так. Что там, угловая арсенала? Это хорошо. Замечательно просто. Забирает мяч, отобран. Забирает мяч, отобран. Ну и что будем делать? Броссов. Такими действиями игру не обострить. Мертезаки. Окслайд Чемерля. На пару решили разыграть эту комбинацию. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но по-моему не обострить. Блин, ну я хотел, конечно, но я думал, что он настолько сильно не будет передавать. Это мяч. Ну что, тут Ивы Би дерется на эту флангу. Так, гипс. Давай, разберись с ним. Это может быть опасно. Это что-то мы по воротам попасть не можем, нифига. Ууу, фигово. И нам забивает. И команда выходит вперед. Отчуметь просто. Вот это фланги просто раскрылись, а. Колоссально раскрылись. Великолепный гол, прекрасно сыгран. Великолепная передача с правого фланга. Да посмотри, как он сыграл. Оказалось бы, Георгий, да все просто. Увидел партнера, оценил ситуацию, отправил мяч в штрафную. Да вообще просто. Тут там был свободный. Еще раз смотрю, гол. Отлично разыграли. Свободный там все было. Тут можно ничего не думать. Действительно удалось реализовать. Классно. Великолепная игра в пас. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяча? Этот навес становится легкой добычей защиты. А, ушел. Ну это нас там наш. Арсенал очень даже может что-то сотворить. Так. Смотрим. Ого, молодец. Кто там? Ива Бишой забивает гол, а? Да-да, Ива Бишой забивает гол у нас. Этим голом они возвращают нас в игру. У нас ничья. Я даже не ожидал. У-у-у, тут даже это, вратарю по идее не видно было. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Здесь у нас перестаял. Какой гол? Четвертая в лиге. Нифига просто. Да, лидеров нет нифига. Опа. Блин, шанс отнять был. Замечать. О, спасибо. Ну, и забивает Ива Би второй дубль. В сегодняшнем матче. Офигеть. Просто был момент, когда он должен быть. И все-таки удается. Прям почувствовало. Да, вот с первым ударом вратарь справился. Но где были защитники? Оборона здесь, стал хитро не помогла. У-у-у, ударился замечательно. Я, наверное, думаю, это очень больно было. Счет 2-1. Это пока хорошо. Давайте, парни, еще один гол забьем. Чтобы было вообще замечательно. Роса. Посмотрим за этой атакой. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Вот ворот. Прекрасное завершение и гол. Все очень четко сыграли. 12 выступлений у него. Нормально так. Уже играл. Так. Ну, я знаю, что ты только бежал. Осталось я там, если что. И тому, конечно. Ну, ладно. На вес я нажал, но он так и не ударил. Этот пас. А возможно, было все быть. Ну, что у нас здесь? Угловой. Галкипер выходит и нейтрализует угрозу. Вот это поворот событий. Пока неплохо. У-у-у-у. И гол. Нифига себе. Хет-трик сделал. Уже хет-трик. Хет-трик он оформляет сегодня. Вратарь просто ничего не ожидал. Он просто стоял в стол. Он таки стоял прям. Хет-трик оформляет игру. И я думаю, на этом он не остановится. Его сегодня день. Его сегодня матч поймал. Он хорошую волну. А вот еще один повтор. На этот раз другого ракурса. Да, день у вас сегодня офигенный. Тем временем у нас 3-1. Примассированный обороне. Всегда легче и правильнее атаковать флангу. Может получиться интересная атака. Потерял он мяч. Но кому он достанется? У-у-у. Я показал, что там вообще-то что-нибудь было. Так. Погнали. Давай Ивы бей. Ай, папа. Мяч сам от наш. Да так уже забили. Куда еще больше? А, Абрагим проскочил бы. Ивы бить снова бы забил. Мог. Покер бы сделал. Как. У-у-у. Он накручивает соперников одного за другим. Может быть гол. Да, да, да. Центр просто провалился. Центр просто провалился. Его никто догнать не мог уже. Все. Сейчас сыграл на уровне экстра-класса. Блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась. И похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает. Да, будет веселый мяч. Матч начни. Это первый тайм. 3-2 уже. Чемберли. Табличка в руках. Четвертого. Надо еще один гол забить, чтобы будет вообще. В этой атаке может получиться что-то стоящее. Сто процентов быть уверен. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Да, супер. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. Мяч в игре без задержек. Так, Матчезакер. Пермертезакер. А, вот он. А он такой же высокий получается. Молодой ты игрок. А, все. Уходим на первый тайм. Первый тайм закончился. Уходим на 15 минут на перерыв. Да, были моменты офигенные. Ну, вот это вообще просто. Гол был. Мы пропустили. И команда выходит вперед. Это понятно было дело. Так, Челси побеждает. А Матчези Ренат не видно. Вообще просто не видно. Чего, они тоже не играют, что нифига? Так. Футбол на Эмиридс. Едем дальше. Мы же приехали, емая. Так вот и играем. Потихонечку, потихонечку. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Где же удар? А, блин, я на весь хотел сделать. Ух, какой отбор. Мне не будет никакого отбора. Может что-то получиться, но защита... Офигаунка бежал, баба. Это может быть опасная атака. Хороший владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Мы тут уже разрулились, молодцы. Азил, ну азил что-то не может. Опа, на, штрафной. Чего так все замедленно стали действовать? У-у-у, следующая игра у нас Барселона. Что, травма что ли? Ты не можешь так убыть. Нам ничего, травм не хватало. Арбитр должен был прервать игру и прервал. Да, травма. Ну, что за травма, а? Уамбек, давай выходи на поле, значит. А ты где можешь играть еще? Ты центральный форвард, а почему ты там... Ставит тебя по всяким углам. Игрок потянул поле, судья введет мяч в игру. Офигеть, у меня травмированный, я даю мяч противникам. На эту флангу, я ему больше некого выпускать будет скоро. Таким темпами, блин. Очень неизвестно, насколько он там Трамп получил. Отлично сыграно, надо решать. Но это, блин, тупо был пас, на самом деле. Только что я говорил об их атаке, теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Конечно, шансы есть еще... Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. Мертезакер. Защит, конечно, идеальный, но у них скорости нет. Ну, относительно, Метезакер все закрывает, на самом деле. Это может быть опасно. Но если его таким резким... И гол. Идеально все прошел. Все супер. Вот это офигенная была распасовочка. Взяли игрока, увидел игрока, что бежит. И все. Даем ему мяч, и он просто забивает гол. Блин, Эспирис у нас забивает гол. Семь голов уже забил. Офигеть, да что мне это? Здесь вот я вопрос по голову не понимаю, нападающий. 4-2. Довольно комфортное пока преимущество. Два гола у одной из команд. Пошли последние полчаса игры. Конечно, статической себе пропущенных я уже испортил. Самый лучший и лучший я не знаю. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. А, от нас что-то. Ньюкасов они играют. Что-то после нас все с Ньюкасовым играют. И это матч из Сити, конечно, с Ньюкасовым. Игровой матч из Сити, а то я не помню. Нифига, вот это тактические замены. Три игрока сразу же замена. Это может быть опасно. Киран Гибс. Еще один прекрасный пас в его исполнении. Киран Гибс. Друзья, вы поворот в это бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо. Да емое, надо было раньше видеть его, и чем он быстрее побежал. Я, конечно, видел его, но что-то затормозил. И я что-то не подумал, что он будет уже все. Ну ладно. Так, и еще что я хотел по новостям сказать. Что-то там, Санчес хочет остаться в Лондоне. Хочет отыграть. Ну, шанс офигенный. Чтоб забить этот. Отыграть контракт и остаться в Лондоне. Или кто-то хами и Челси. Ну, посмотрите, пускай все в Челси. Ну, я не хочу этого. Скажу правду. Челси, ну, это прям противник. Возьмут они еще. Да. У меня просто очень не знаю, что с Арсеналом творится. Гранит, Джак. Терпеливо ждут они своего шанса. Здесь защита справляется. Мяч отоплен. Хороший. Из-за боковой игрок Арсенал ведет мяч в выгоду. Нам осталось 19 минут играть. Даже меньше. 18 минут. Ну, че, давай. Прекрасный пас. Опасно, может быть. Все закрыто. Не стал давать свисток Арбитр. Прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Такими действиями игру не обострить. Ну, все. Ваут улетел. Мы будем скидывать. О, прибежал. Месут, Узил. Гранит, Джак. Так, Ивэллдор. А, Ивэллдор. Я уж забыл, что там. Ивэллдор. Там же... Летящий от сыграл. Теперь надо грамотно разводиться мячом. О, Диккенсен. Чемберли был. Хорошо играл. Пас. Но тут надо признать, что соперник-то не особо мешает. Пока еще неизвестно. Другой играет действительно слабовато. Как бы теперь рубить не надели от бессилия. Так, давайте посмотрим, кого я могу заменить сейчас. В данный момент. И желательно заменить. Давайте Ремзи на место Ази. Ази вообще просто выдохся. Тем более, я не знаю, кого упускать против Барселоны. У нас играет Барселона в следующем матче. Не может получиться что-то стоящее. Вообще, вот календарь жестокий. Откровенно, плохо сыграл сейчас защиту. Не глядя выполнял навесы. А надо было посмотреть, ведь там же никого нет. Как вы можете слышать, трибуны по достоинству оценивают игрока, который покидает поле. Думаю, мы с тобой тоже должны знать, что он был одним из лучших в сегодняшнем матче. Если не абсолютно лучший. А когда Берлин, интересно, вызревет, а? Что-то давно его не играет на поле. Рэмзи. Пошли последние 10 минут игры. Джака. Белл какой-то Белл. Киран Гипс. Во, шанс есть. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Можно играть дальше. Что было-то, идиоты, а? Блин, короче, по моменту. Я только хотел поставить его, по-моему. Так, беги, 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 беги за ним, беги за ним. Тут может что-то получиться. Могло что-то получиться после этого навеса, но защитник себя уверен. Очень не получится. Так вот ухранки вот. Идут. Примассированный обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Да. Бросс. Показывал вперед, но он вперед-то по часу не побежал. Я просто отдал пас врагу. Хороший пас. Это может быть опасная атака. Сиду Беракино. Вы что пропустили-то его, а? А че мячу пропустили-то, а? Показывали бы в этом сезоне еще, что у нас с ним играли и какой счет. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Да ладно, не может быть. Отлично сыграно, надо решать. Слишком сильный пас был. Слишком сильный пас был. Тут еще игрок мешал, защитник-то нереально было. Подобраться. Отлично задумано. Отлично исполнено. На 5 баллов. Удар. Ха, не получилось нифига. Ничего не получилось. Все, вольтаря. Свисток арбитра фиксирует победу лондонского арсенала. Ничего, все. Готово. Полновесный треажка становится еще полновеснее, учитывая, что сезон уже завершается. И борьба вверху турнира этой таблицы пойдет еще серьезнее. Знаешь, они очень здорово проводят концовку сезона. Каждой тречи работают по максимуму. Вот это был идеальный момент. Этот гол выводит их вперед в сегодняшнем матче. Ну что, лучше у нас, и веби. Да, 10 баллов ему дают. Не фига себе. Ну, это если каждый матч так играл, а тут не каждый матч так он играет. Так, задача не выполнена. Игрок травмы на 3 месяца, как волкот. Такая же финия. Так. Смотрим. Теперь качаем. Вратаря обязательно. 18-летнего. Давай быстрее поднимайся до 80. Так, что у нас здесь? Ивы битого уже тебя надо поднимать. Так. Кто у тебя? И последний. Кто у нас? Центральников у нас нет таких. Правый защитник у нас есть. Все, расчет. Давайте хорошо тренируйтесь. Хорошо тренируйтесь. Очень хорошо тренируйтесь. О, один у нас все-таки поднялся вверх. Это у нас вратарь до 72. Уже. Так. 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 У нас поу-финалу с Барселоны. Блин, с конференцией. Это понятно. Так, так, так. Давайте прокрутим. До этого дня. Полностью здоров. Кто это такое у нас? Интересно. Ну и че? О, и Ливерпуль в субботу играет. Ну, с ума посходили. Ничего не успеваешь сделать вообще. Уже все. Режим на что-то молодежки. Давай посмотрим. Так. 45, 50, 6, 54, 51, 52, 51, 51, 50, Вот 60. Вот это можно было еще, может, взять. Опять центральник. Так. О, 61 вратарь. Из Италия. Мне как-то больше он радует, чем тот. Может, подрастет, может, вылазь ему. Так. Вздоровел. Берерин. Как раз про него вспоминал. Так, тренер. Следующий матч уже важен, я считаю. Чув. Дружу ступим и место. Я согласен. Да, ты будешь играть в этом матче. На самом деле, скорее всего. Так. Че хотел я? Составчик посмотреть. Че у нас тут изменилось? Составчики. Так. Человек недоволен и падает у нас. Так. Это ладно. Ты у нас на 4 понес. Молодец. Ты у нас упал уже на 2. Вообще, скорость 8. Супер вообще. Просто. Матизаки. Скорость 8. Ой, скорость рывка 8. Это как вообще понимать? Я вот не понимаю вообще просто. И в игре. Скорость 8. Скорость рывка. Ладно, я еще понимаю, ё-моё. Прыжки. Да ему прыжки-то особо не нужны сильно. Силачи-то ладно. Че у них там владение упало. Навесы. Игра головой упала. Короткий пас. Вообще-то у него короткий пас должны быть офигенные быть. Опека упала. Подкаты упали. Хорошо, понятно. Он вообще уже все стареет. 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 Так. Ты у нас силу поднялась только тебе. У тебя разгонит скорость рывка. Нормально, более-менее. Но в целом на день не хватает. Так. Плюс один. Нормально. Завершение. Игра головой где поднялась. Так. Здесь че у нас? У-у-у. Нормально так. Прыжки подняли. Во! Выносность плюс три у нас. Нифига себе. Ты более выносный стал. Если уж девятнадцать лет. Так. Тут ты у нас понятное дело. Тут у нас скорость прибавил. Ну ладно. Так. Перес. Че у нас? Перес. Не знаю пока еще здесь как у меня тут дела раскладываются. Пока они туда-нибудь сюда. Ему 29 лет. Куда ему там? Туда-сюда. Вот даже ты дороже. Нифига себе 30 миллионов стоишь. Так. И его убей плюс два у нас пока так и осталось. Выносность у нас поделась. И скорость. Так. Тоскует по дому. Офигенно просто. А теперь санчес таскует по дому. 29 лет. Фигово будет если санчеса потеряем на самом деле. Очень фигово будет. Санчеса потерять-то отчуметь просто. Так кассив не потеряли. А тут еще санчеса потерять. Да. Замены на него трудно найти на самом деле. Зато за него можно больше деньги получить. Так. Мы ныряли у нас упал D79 но он был кажется таким же. Так. Ты у нас поднялся. Молодец. О. Нифига себе Мустафе уже 87. Ну ты просто растешь как на глазах как на дрочах Мустафе это вот это защитник защитник. Так. Как лент тоже поднялся у нас. Так. Это понятно. Ну Ламбок тоже поднялся. Вот это так и осталось у нас. У нас еще травма 6 месяцев. 30 миллионов я купил. Так. Ты у нас травма имеешь. 3 месяца еще. 19 миллионов я купил. 17 миллионов я купил. Нифига ты подорожал. Липи 18 стоишь. Нормально. Так. Чемберс тоже самое. Поднимается потихонечку. Так. Берель наконец-то вызовет. Через 12 с ней будет играть. Это хорошо очень. Нифига. Разгон и скорость рывка 99. Ты ему нафиг уже скорость рывка и это не нужно вообще ничего. Он так уже как с красной. Так. ты у нас здесь чоп на 4 поднялся. Молодец. Вратарь на 5 уже поднялся. Но там может вратарь уже другой изменил скорее. Может быть тебя. Так. Что у нас здесь? Здесь у нас нападающий на 2 поднялся. Так. Правый защитник на 3 поднялся. Ты на 1 на 4 на 3 на 5 на 4 на 3 на 1 на 3 на 1 О. На 1 поднялся. Нифига себе. Ушер так и не поднялся ни на что. Ну. 6 не у нас поднялся. Нифига себе. Так. Жиро у нас на 1 упал. Это как и был, кажется. Ну. Это понятное дело. Тут Корсор уже стареет. Так. Как у вас дела у меня за границей? Так. О. На 3 поднялся. Молодец. На 2 поднялся. Молодец. На 2 поднялся. Вообще золотик. Ну ты 69-20 лет это маловато у нас. Ну. Я не знаю. Может как нормальный игрок. Он будет нормальный игрок. О. У нас правый еще есть. Нифига себе. На 1 это на 1 понятно. Вот тебе может в следующем сезоне придется не подписаться, а со мной здесь можешь играть скорее всего больше. Ну все. Мы так посмотрели. Больше изменений нет. Давайте всем удачи с вами. Пока увидимся в следующем сервере. И других прожжениях. Всем удачи. Пока еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok